Водитель джипа Он ехал перед Мерседесом и перед сбитием успел увернуться и проехал чуть дальше, затормозил, развернулся и подъехал на место аварии, чтобы убедиться в том, что случилось Почти ежедневно сводки ГАИ трубят об очередной аварии Чаще всего участники ДТП отделываются легким испугом Порой инциденты перерастают в трагедию Насколько вообще безопасно на дорогах? Выйти из дома значит рискнуть Ответ можно получить только в полевых условиях Мы проехали почти весь Террасполь с опытным водителем И на местах разобрали самые аварийные участки Вообще в целом в городе, если брать, много таких мест, где дорога как-то неправильно построена, неконструктивно и небезопасно? Можно сказать, что практически весь город, потому что весь город не был рассчитан в свое время при строительстве дорог и развязок, не было рассчитан на такое количество машин, как сейчас появилось Если так везде расширять дорогу, не будет ли это неудобно пешеходам? Что становятся такие проспекты огромные, которые не перейти, не перебежать? Ну, кардинально расширять дороги, я считаю, что это тоже не совсем правильно Но надо смотреть, я считаю, от загруженности дороги, от ее целевого назначения, наверное И отсюда уже делать выводы Естественно, в ущерб тротуарам ни в коем случае этого делать нельзя Потому что преимущество все-таки должно быть за пешеходами А вот с точки зрения пешеходов у нас безопасно? Абсолютно небезопасно Причем основные проблемы Проблема это то, что у нас, скажем так, нет взаимопонимания и взаимоуважения между пешеходами и водителями Это как бы рождает, соответственно, все ДТП, наверное, связанные между собой Получается, у нас пешеходные переходы есть, знаки на них есть, разметка есть Но, скажем так, организации, да, в плане том, что люди не понимают Что прежде чем выйти на пешеходный переход, нужно все-таки убедиться, что тебе уступают дорогу Основными видами дорожно-транспортных происшествий является наезд на пешехода Наезд на пешехода составляет 40% от общего количества дорожно-транспортных происшествий Причем не только водители транспортных средств нарушают правила проезда пешеходных переходов Также пешеходы нарушают правила перехода проезжей части, переходят зачастую дорогу в неустановленном месте Мы на Краснодонске поворачиваем, да, вот там сейчас сделали разметку сплошную Это как-то сделает безопаснее этот участок дороги? И вообще, что с ним не так, с этим участком, потому что много на него жалуются? Ну, жалуются... Дело в том, что здесь немножко подход... Ну, это опять-таки сугубо мое мнение, подход был неправильный, то есть решили на корню Сделали что? Нарисовали сплошную разметку Соответственно, создали довольно большие неудобства То есть основной момент вот здесь был, да, то есть вот сейчас будет поворот, то есть слепая зона И очень часто, когда отсюда люди, в принципе, набирают скорость, начинают поворачивать и вот сюда заезжать на территорию, да, и сейчас поворот на улицу Чапаева будет, да, то есть вот здесь начинают поворачивать, соответственно, они останавливаются и сзади начинают все останавливаться На мой взгляд, более правильным было сделать вот именно в этом месте разрыв, чтобы люди вот здесь разворачивались, а там сделать сплошную, чтобы люди разворачивались, возвращались и заезжали, не создавая помех И особенно в дождливую или снежную погоду здесь очень часто друг друга догоняют Мария любит срывать ярлыки, она таксист, электрик и гонщик Про резонансную аварию слышала, такой стритрейсинг не поддерживает Первое правило влюбленных в гонки, заезд должен быть безопасным Жажду скорости можно утолять только в специальных местах, подальше от людей В клубе не поддерживается гонка на дороге, дорога есть дорога, это жертвы, это многочисленные аварии, не дай бог дети, люди, все это машины, смятку, это плохо Хорошо, когда есть специализированные места, вот иногда мы собираемся примерно вот в таких местах, как автодром, сейчас здесь И все-таки можно как-нибудь выпустить пар, но опять же, это нелегально Инфраструктуры для гонщиков в стране нет, на взлетку не попасть, там шлагбаум Даже на автодромы путь заказан В Григориополе есть трасса для картов, но она многотонные автомобили не выдержит Капремонт здесь был еще в прошлом веке Те люди, которые действительно, допустим, хотят заниматься гонками, им негде даже тренироваться Кто хочет просто выпустить пар с помощью машины безопасной, где нет домов, в округе, где не бегают дети Они не могут этим заняться, потому что этого сделать негде Еще одно неудобное место, то есть здесь калитка со школы выходит прямо на поворот То есть дети могут выбежать, выезжая из-за поворота То есть можно очень быстро натворить делов И постоянно очень много ям То есть мамы с колясками, пешеходы простые, проходя вдоль забора, когда ищут более-менее сухой участок Водитель заезжает, даже если медленно в яму, то он хочет, не хочет, но он обрызгает человека Самое, на мой взгляд, проблематичное место, это вот это на микрорайоне Октябрьский То есть здесь из-за ширины дороги, дорожного полотна, да, становится по возможности в 3, в 4, в 5 полос То есть из-за отсутствия знака движения по полосам Все эти 3, 4, 5 полос начинают следовать в одном направлении И создается эффект бутылочного горлышка То есть 4, 5 машин начинают ехать, допустим, на улицу Одесскую И потом они должны въехать в одну полосу Да, они должны въехать, соответственно, там начинаются либо заторы, либо ДТП Соответственно, вот сейчас даже человек нарушил, уже он попал на камеру Потому что он пересек на углу сплошную И письмо счастья ему обеспечено Как эта проблема решается? На мой взгляд, очень просто, то есть сделать нормальную разметку И сделать, соответственно, повесить знак движения по полосам То есть, чтобы люди не терялись на этом перекрестке Заранее понимали, выбирали нужную для себя полосу Понимали, куда им ехать И, соответственно, не нарушали Вот знак движения по полосам То есть, ничего сложного нет Вот и ДТП Четыре машины собрались И ДТП произошло в месте, где проводятся дорожные работы Из-за этого большого количества ям И плюс техника стоит рабочая То есть, бывает сложно проехать, разъехаться И, соответственно, где-то кто-то растерялся И появляются вот такие моменты, как сейчас Маршрутка догнала нас Мы догнали Пассата И только остановился вот перед Пассатом Буквально там Через пару секунд сразу удар был сзади Я хотел перестроиться И солнце Вот, видите сами Вот прямо в глаза Они-то нарезка остановились Вроде бы так Кто виноват в массовой аварии? На этот вопрос ответят сотрудники ГАИ После проверки всех фактов Степень вины – это всегда понятие размытое Причинами многих аварий становится совокупность факторов Водитель слегка превысил Пешеход слегка не дошел до перехода Дорогу слегка не отремонтировали И вот такие небольшие слегка могут привести к одной большой трагедии Будьте внимательны на дорогах Мы хотим делать сюжеты про фестивали, а не про аварии Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok